Всем привет! С вами Сергей Профпо. Это уже теперь, я могу сказать, что постоянная рубрика на моем канале, которая называется «Что читаешь?». Мне она очень нравится. Вот реально каждую неделю у меня обновляется список. Я смотрю, что люди читают, что вообще популярно, какие книги рекомендуют. Плюс я смотрю, общаетесь. Мне, короче, такая активность очень нравится в этой рубрике, поэтому она будет жить. Я опять вот нахожусь на таком странном фоне, но решил с вами еще раз пообщаться. Итак, что считаю сейчас я? Те прошлые книги, так уже получилось, за неделю реально получилось их прочитать, и я начал читать книги другого жанра. Например, в данный момент я сейчас уже дочитываю книгу про Харри Холли. Как вы помните, это цикл детективов про него. Это уже 12-я книга, его самая свежая книга, которая называется «Нож». Вот как раз мной сейчас и дочитывается. Ньюсби пишет очень шикарно. Хотя, с одной стороны, можно уже придираться, сказать, что слишком уже у него герой, бьющий, в любви у него ничего не складывается. Это вообще сложный у него характер, но все равно он выходит победителем. Он и то, и то превозмлагает, и девушки на него влюбляются, и прочее, прочее, прочее. Но самое главное, как он расследует преступления, как вообще автор закручивает сюжет, ты думаешь сначала, что это один подозреваемый, потом тебя подводят под другого, а потом все оказывается совсем по-другому. И очень много размышлений хороших таких, и о проблемах всяких, которые поднимает автор. В общем, он, как обычно, шикарен. Да и тем более, эта 12-я книга начинается с того, что, по сути, Харри Холли один из главных подозреваемых. Ну да, он ведет, естественно, свое расследование, можно даже неофициальное, а подозреваемый, потому что убивает очень важного для него человека. Кого вы узнаете, собственно, по прочтению этой книги? Я жду развязки, потому что тут уже очень близко он подобрался, мне кажется, к тому, кто за всем этим стоит, и уже интересные факты подкидываются. Но я пока, честно говоря, не понимаю, неужели вот эта последняя версия действительно правда, и этот человек является убийцей. Ну, будем разбираться, будем смотреть, осталось мне совсем немножко прочитать. Ну, естественно, я читаю по несколько книг, и вторая книга, которую я сейчас читаю, она называется «12», и это продолжение, если вы помните, я про первую книгу вам рассказывал, «Перерождение». Да, это Джастин Кронин, еще не тот Кронин, про который я обещал вам взяться в последних покупках, тот Арчеват Кронин, он же пишет не в другом жанре. А здесь «Перерождение», как вы помните, здесь тематика вампиров, здесь тематика вот этих 12 суперсуществ, которых создали с помощью эксперимента, и которые, ну, мягко говоря, выкосили практически все население Америки. И там сейчас, в романе «12» люди, можно сказать, поделились на два лагеря, ну, то что люди, вообще все живущие там, есть те, которые выживают, и есть те, которые по ночам выходят и начинают там пожирать, их уничтожать и прочее, прочее. Но чем мне нравится «12», только его начали читать, что здесь появляются новые персонажи, и мы, как обычно, узнаем все больше и больше про жизнь американцев, про их быт. В общем, мне роман очень нравится. Почему-то мне он напоминает из того же Стивена Кинга, с такой же атмосферы, с таким же погружением, очень много деталей, персонажей, как потихонечку сейчас сюжет закручивается, там, тем более, такие персонажи со странными желаниями, со странными, так сказать, отношениями к жизни, где-то психи какие-то, где-то более-менее адекватные, хотя, опять же, быть адекватным, когда весь мир превратился в не пойми что, это, наверное, тяжело. Вот такие я сейчас две книги читаю, вот, если нож сейчас уже будет дочитан, то «12», роман довольно толстенький, я буду читать еще долго, возможно, даже в следующей неделе не успею прочитать. Поэтому в комментариях, пожалуйста, пишите, что читаете вы, что вы прочитали, что планируете сейчас почитать, а, опять же, я очень рад вашей активности, всегда приятно, когда утром включаешь телефон и смотришь, сколько много там сообщений написали, стараюсь отвечать всем, вот, ну, если вдруг я вам не ответил, я читаю все комментарии точно, просто что-то мог пропустить и был занят каким-то другим делом. Ну, между делом, кстати, я планирую послезавтра вечером сделать с вами трансляцию, не в среду, как обычно я делаю, а в четверг. Если вдруг вам такая идея нравится, жду в четверг, не могу пока сказать, в какое время, но это будет вечернее время, мы можем тоже пообсуждать какую-нибудь тематику. В общем, спасибо за активности, пишите, что читаем, пока!